Городские новости, события с комментариями и вопросы с обсуждениями. Так, коротко можно рассказать о структуре программы «Троеточие». Прямой эфир на телеканале «Сигма», следующие 40 минут. Меня зовут Анна Дробот. Добрый вечер, дорогие друзья. Номер телефона прямого эфира 0800 606 295. Как всегда, я приглашаю вас к участию в нашей программе. Если у вас есть вопросы, если есть какие-то, может быть, ремарки по поводу наших сегодняшних тем, вы позвоните нам, пожалуйста, в студию, и мы с удовольствием вас выслушаем. О чем же мы говорим сегодня? О том, как не превратить летний отдых в большие проблемы. Это тема второй части нашей программы. С третьей гостей мы обсудим, чем заняться летом. Такой вопрос почти никогда не стоит перед людьми-взрослыми. У нас не слишком много свободного времени у детей, но, по счастью, еще есть. Обсудим, чем мы можем заняться летом. И медицинская реформа. Это наша первая тема. И я представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. Это депутат Мариупольского городского совета Лариса Мамаева. Добрый вечер, Лариса Григорьевна. Добрый вечер. Лариса Григорьевна, в каждой нашей программе мы хоть немного времени, но все-таки стараемся уделять этой сложной теме медицинской реформе. В прошлую пятницу мы тоже о ней говорили. И речь шла о том, что уже 15% потенциальных пациентов подписали декларации с семейными врачами, терапевтами, педиатрами. Есть ли у вас информация, как за эту неделю изменилась ситуация и сколько процентов деклараций уже подписано? Медицинская реформа – это, конечно, очень сложная программа, которую мы должны выполнить вместе со всей страной. Точно так же и Мариуполь движется по этой реформе. За последнее время, когда вступила в действие эта реформа, подписались всего около 18% наших жителей. Это много или мало? Ну, наверное, мало, потому что реформа уже достаточно долгое время вступила в действие и остается не так много времени. Хотелось бы, конечно, пользуясь случаем, обратиться к жителям и сказать, что нужно сделать обязательно свой выбор. Почему? Объясню буквально в трех словах, чтобы было понятно. Суть этой реформы – деньги должны пойти за пациентами. Поэтому, как раньше, выделяться деньги, субвенции государственные не будут. Нам придут в город денег ровно столько, сколько будет подписано нашими жителями деклараций. Поэтому все деньги останутся в Киеве. А наш город получит ровно столько, сколько мы подпишем вот этих самых деклараций. То есть количество денег напрямую зависит от нашей активности. И от этого зависит, развиваться будет ли наша медицина или будет стоять на месте. Городская власть однозначно не оставит наших жителей без помощи, неотложной помощи, которая возьмет город на себя эту ответственность. Но мы будем проедать наш бюджет, местный бюджет, когда мы могли бы получить эти деньги с Киева. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям. Обязательно придите в свои лечебные учреждения, выберите себе врача и заключите вот эту декларацию. И тем не менее, врачи — это первые люди, которым идут эти изменения. И потом они уже результаты этой реформы, течение этой реформы транслируют на пациентов, на нас. И, наверное, врачи вашей больницы тоже почувствовали уже ход этой реформы на себе. Скажите, какие вы трудности сейчас испытываете, если таковые имеются? Или наоборот, возможно, что-то идет совершенно беспроблемно, какие-то процессы? Вы знаете, наша больница, первая больница, я являюсь главным врачом первой больницы, больница еще не ощутила на себя непосредственно ход этой реформы, потому что это второй уровень оказания медицинской помощи. А вступил, вот в реформу вступила только первый уровень. На следующий год мы начнем, уже вот этот переход начнем мы. Я вам хочу сказать, очень сложный этот период, вообще жить в период реформ, перемен, очень сложно. Это сложно и для медработников, это будет сложно и для наших жителей. Но я так думаю, что просто все вместе мы сможем эту проблему преодолеть. И мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы наши люди получали достойную медицинскую помощь. Скажите, ваших медиков, ну, во всяком случае, пока есть возможность перевести дух, и реформа касается только первичного звена. Медиков вашей больницы, у вас есть возможность сейчас поддержать, подучить? Возможно, они участвуют в каких-то грантовых программах, семинарах, тренингах. Что-то есть такое? Вы знаете, наша больница вообще старается максимально участвовать во всех программах, повышать свой профессиональный уровень. Мы стараемся всегда участвовать во всех конференциях, которые проходят в любых участках, в любых регионах нашей страны. Вот такие были семинары и в Запорожье, такие семинары были и в Днепре, и в Киеве. Мы везде направляли своих людей для того, чтобы они принесли эту информацию, как это должно быть, и как должен проходить процесс этого реформирования. С одной стороны, вы депутат городского совета и, наверное, в какой-то степени пациент, потому что, во всяком случае, к вам идут люди со своими проблемами, они с вами делятся, вы прекрасно их понимаете. С другой стороны, вы медик. Вот скажите, пожалуйста, мне бы было интересно узнать ваше, лично ваше отношение к реформированию системы здравоохранения. Вы знаете, так как мы раньше жили, это, понятно, уже невозможно. Те средства, которые выделяются для государственной субвенции, которые выделяются на медицину, существовать, это можно существовать, не развиваться. Конечно, поэтому в последнее время в городе тоже проходят определенные реформы. Мы оптимизируем коечный фонд. Мы сейчас выделили две больницы интенсивного лечения. Это первая и четвертая. Эти больницы пытаются максимально оснастить дорогостоящим, высококлассным, высокотехнологическим оборудованием для того, чтобы оказывать помощь нашим людям на самом высоком уровне. Пытаются сделать ремонты для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно в этих условиях. Давайте о ремонтах. Давайте продолжим эту тему. Конечно, комфортно работать и комфортно получать услугу в отремонтированных помещениях. Скажите, пожалуйста, в вашей больнице это коснулось за последний год. В вашей больнице какие-то ремонты происходили? Вы знаете, очень много мы провели уже ремонтных работ в нашей больнице. И не только в нашей больнице, а всех больницах города. Я вам скажу, как депутат Гурсовета. Вот, например, в первой больнице мы отремонтировали урологическое отделение. Сейчас у нас центр эндорологии и литотрепсии. Он оснащен дорогостоящим и очень высокотехнологическим оборудованием. Мы теперь имеем возможность осуществлять весь комплекс урологической помощи нашим больным. Было отремонтировано травматологическое отделение. Теперь у нас это центр эндорологии и травматологии с лечением патологии стопы. Вот буквально сегодня приехали у нас профессор из Центрального военного госпиталя, который вот на нашей базе будет обучать наших сотрудников и проводит очень высокотехнологичные операции. И вы знаете, мы таким способом учимся и в то же время оказываем помощь на высоком уровне нашим жителям. Лариса Григорьевна, ну еще такой вопрос. Вот вы сейчас рассказали о разных направлениях. Вы сказали и о ремонтах, и о новом оборудовании, и о новых подходах к обучению врачей. Мне ни в коем случае не хотелось бы умолить профессионализм наших докторов, упрекнуть их в том, что они не сочувствуют или слишком жестокосердны. Но иногда, согласитесь, бывают ситуации, когда пациенты, приходя в больницу, сталкиваются не с эмпатией, а с агрессией. И вместо того, чтобы получить сострадание, они получают равнодушие. С одной стороны, медиков очень сложно обвинять в этом, потому что они тоже люди, у них тоже есть проблемы. Это может быть иллюстрацией их настроения, в конце концов, низких заработных плат, в конце концов, профессионального выгорания. С другой стороны, медики сами страдают от того, что слишком риски бывают пациенты с ними. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, система, которая сейчас реформируется, она способна изменить взаимоотношения между пациентом и медиком? И то, что происходит сейчас, вот эти взаимоотношения, когда мы не слишком хорошо понимаем друг друга, это какая-то системная ошибка? Это ошибка системы или это наша ментальность? И может ли реформа помочь нам лучше понимать друг друга? Я думаю, что это проблема совокупности. Вот все, что вы перечислили, вот знаете, в какой в той или иной мере является составляющей вот этого всего взаимоотношения. Пациент, врач, врач, пациент. Я хочу вам сказать, вы знаете, есть в чем-то ментальность, в чем-то, может быть, раздраженность сотрудников и так далее. Наше правительство последним повышением заработной платы поставило на один уровень начинающего врача, медсестру и санитарку. Они все получают минимальную заработную плату и нет никакой градации между вот этими профессиями. Врач, который учился 7 лет, медсестра, которая училась 2 года, и санитарка, которая не училась вообще. Но на последней сессии Горсовета депутаты попытались изменить ситуацию. Последняя сессия Горсовета принята была программа о поощрительных выплатах некоторым профессиям медицинским и в том числе молодым специалистам. То есть это специальная программа для того, чтобы повернуть молодых людей к медицине, повернуть лицо, чтобы они приходили в больницы и работали. Это только начало. Было принято решение, что это будет только первая ласточка, а эта программа будет набирать все больше и больше обороты. И действительно, я так думаю, что пора что-то менять в нашей жизни, и у нас будут перемены и только к лучшему. Расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали о молодых специалистах, что вы будете их поддерживать. Расскажите поподробнее, пожалуйста, как депутат Горсовета о тех городских программах, которые существуют сейчас или планируются для медиков. Ведь недавно начальник управления здравоохранения сказал о том, что у нас комплектация 68%, то есть не хватает персонала в больницах. И 30% это врачи уже пенсионного возраста. Как вы собираетесь привлекать специалистов? Только ли в зарплате дело? Только ли зарплатой? Или еще есть какие-то моменты? Вы знаете, у нас очень много профессионалов, высококлассных профессионалов вот в связи с войной выехали из города Мариуполя. Поэтому мы испытываем, конечно, кадровый голод. И, к сожалению, для того, чтобы обучить врача, это должно пройти не один, не два, не три, не пять лет, а минимум пять лет для того, чтобы он уже стал в строй и начинал работать и оказывать помощь на должном уровне. Поэтому это очень сложно. Это должно время для того, чтобы мы могли это наверстать. Для этого в городе делается все. Во-первых, перемещение мединститута к нам в город. Сейчас мединститут непосредственно на базах наших больниц расположил свои кафедры. Вот, например, в моей больнице две кафедры. Кафедра внутренних болезней и кафедра урологии находятся на базе моей больницы, где непосредственно обучают врачей, как надо работать. То есть работать на высоком уровне и достойно оказывать помощь. На других больницах тоже располагаются другие кафедры. Мы обучаем и надеемся на то, что наши студенты, которые обучаются в нашем вузе, они останутся у нас в городе. А где они будут жить? Для этого социальное жилье выделяется городом. Для этого есть и общежития, и выделяется ведомственное жилье. И сейчас новая программа по выделению молодым специалистам квартир. Поэтому город и руководство города делает все для того, чтобы привлекать молодых специалистов, переселенцев, врачей, уже состоявшихся в наш город. К ребятам, которые только заканчивают вузы и только начинают свою медицинскую практику, конечно, доверия все-таки меньше, потому что опыта работы у них не так много. Его практически совсем нет. Скажите, как город? Вы больше на что настроены? Делать ставку на молодых специалистов? Или привлекать в Мариуполь врачей с опытом, предлагая им, ну скажем так, хорошие условия работы, хорошие условия жизни? Вы знаете, нужно и то, и другое. Нужно привлекать обязательно и молодых специалистов, потому что нужно растить поколение. Я уже говорила, что это не один год пройдет для того, чтобы молодой специалист стал специалистом. Но я вам хочу сказать, есть такие умнички, вот дети, которые могут очень за короткий период, у которых есть желание, они за короткий период могут многое. Поэтому я считаю, что вот таких студентов, вот таких молодых людей надо обязательно привлекать, поощрять, учить. Я думаю, что они будут достойной сменой врачам наших больниц. Это те самые люди, у которых медицина, призвание, видимо. Да, да, да. Те, которые фанаты своего, понимать, те, которые не за длинным рублем, а именно они одевают белый халат и чувствуют себя богами. Спасибо вам, Лариса Григорьевна. Мы будем продолжать тему с медицинской реформой, дорогие друзья. Будем стараться практически в каждой программе хотя бы немного времени, но уделять этой теме. А теперь мы переходим к следующей. Прекрасное начало лета уже совсем скоро. Я уверена, у нас с вами будет возможность позагорать и выкупаться. Я помню, когда была ребенком, ни я, ни мои родители не мыслили себе летнего отдыха без моря. Мне очень хотелось, чтобы у меня был большой красивый надувной круг или розовая черепашка или большая серая акула. Моя бабушка отказывалась покупать надувные игрушки. Она считала, что ребенок обязательно должен научиться плавать. В пять лет ей неплохо держалась на воде, а всеми же гоняла до буйка. Правда, под пристальным вниманием взрослых. Дорогие друзья, о том, какие опасности могут подстерегать ваших детей, расскажет нам сегодня наш следующий гость. Добрый вечер. Я представляю сегодня начальника спасательной аварийно-водолазной службы городского совета Александр Татай у нас в студии. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Всех детей надо учить плавать. Кстати, у нас в городе несколько бассейнов, где прекрасно обучат этому. Вы готовились, ваша служба готовилась к новому летнему сезону. Он уже открыт, он уже начат. Коротко расскажите нам о том, как проходила эта подготовка. Традиционно с 1 апреля каждого года наша аварийно-водолазная служба начинает подготовку к массовому оздоровительному сезону. То есть, прежде всего, это идет очистка акватории моря, прилегающих городским пляжам от посторонних предметов, которые, с одной стороны, являются загрязнителем акватории моря, а с другой стороны, могут приносить потенциальную угрозу отдыхающим гражданам. Здесь следует отметить, что протяженность береговой линии среза воды городских пляжей – это 8 километров. Удаление в море, или, как мы говорим, зона купания пляжей – от 50 до 75 метров. То есть, всю эту акваторию необходимо очистить. С начала апреля по май месяц было извлечено порядка 10 кубов различного мусора. – Ну, что вы находите? Какие самые, может быть, невероятные ваши находки или нелепые? – Клады мы не находим. – Ну, что ж так. – А находки традиционные для любого морского побережья. Это, прежде всего, обрывки сетей, которые штормами зимними срывало и заносило в зону купания. А мы с вами знаем, любой дыхающий человек, запутавшись в сети, может в зоне купания захлебнуться. Это автопокрышки, которые используются на судах и на гидротехнических сооружениях, как кранцы причальные. Это паёлы, трапы, якоря, естественно. Ну, и очень много бутылок, банок, особенно пластика. – То есть, это жители добавляют вам работы, да? – Да, у нас тут ситуация в чём заключается. Городские пляжи у нас являются массовым излюбленным местом, массовым отдыха наших горожан круглогодично. То есть, на улице минус 10 градусов, мороз, солнышко чуть вышло, и у нас массовый выход, до 2000 человек на пляжах в день. Люди просто зимой ходят, отдыхают. То есть, ситуация в чём? Просто дышут морским воздухом, просто возле моря отдыхают в зимний период. Весна, лето – то же самое. Чуть солнышко, чуть утих ветер, и отдыхающие у нас отдыхают не только летом. Я бы сказал, больше, чем в парках. Но места массового скопления людей, тобто городские пляжи круглогодично, есть нерадивые граждане, которые бутылки, банки и любой бытовой мусор, который проносят с собой, просто бросают в море. Но вы ведь возглавляете вот эту службу, насколько я знаю, спасательную, аварийно-водолазную, уже очень много лет. И каждый год, из года в год, вот это у вас происходит. Скажите, пожалуйста, меняются как-то, ну я не знаю, ответственность граждан там или ещё что-то? Ну как-то можно? Вы ведь не первый раз у нас в студии, да, вы не первый раз, может быть, на других телеканалах тоже об этом говорили. Неужели вы как 10 лет назад вылавливали осколки и бутылки, так и сейчас это происходит? Так и происходит, просто смещается, когда бутылок меньше, а когда банок больше. Понятно. То есть рыболовы вставляют банки стеклянные, где держали червяков, крючки на дне, то есть всё такое. Остается констатировать, что очень жаль. Но ведь безопасность в море сейчас беспокоит наших жителей ещё и с точки зрения близости нашей территории к военным действиям. То есть заходя в море, мы хотим чувствовать себя безопасно и понимать, что нам течением или ещё чем-то не принесло ветрами какую-нибудь, скажем так, очень неприятную вещь, если на неё наступить, например, или ещё что-то, чтобы не было последствий. Очень страшно, правда. Вот успокойте нас. Хороший вопрос для успокоения. Информационно. Зона ответственности города Мариуполя, это 20 километров побережья, то есть 8 пляжей, а 20 километров побережья, это от Виноградова до Манужевского района. С удалением моря до одной морской мили, там до двух километров порядка. Вот эта акватория, прилегающая к городу, обслуживается, должна обслуживаться и наблюдаться так же, как сад, парк, проезжая часть. Вот поэтому наши экипажи постоянно патрулируют акваторию моря и выявляют различные предметы, которые плавают, которые может вынести в зоны купания, создать угрозу. Предметы, которые представляют угрозу для маломерного флота, яхты, лодки, катера, для рулевой, винтовой группы. Вот. И, конечно же, мы наблюдаем предельно, это все, да, так было. И, конечно, мы наблюдаем, чтобы не было плавающих предметов, пытаемся их обнаружить, которые могут быть прикреплены, скажем так, взрывчатые вещества. Я так понимаю, вы об этом говорите. Конечно. Вот. На сегодняшний день этот вопрос постоянно в работе и, ну, уже порядка двух лет плавающих предметов с прикрепленными взрывчатыми веществами мы не обнаруживали. Любые другие, да, и бочки, и какие-то газовые баллоны, и что угодно, и сигары от катамаранов, да, и трубы от земснарядов плавающие пластиковые. Но такого не было. То есть мы постоянно за этим наблюдаем. А, кстати, если иметь в виду то, о чем вы сказали, яхты, лодки, катера. Вот если, скажем, это не рыбаки, а люди, которые хотят выйти в море немножко отдохнуть на своем собственном катере, на своей собственной лодке. Это можно сделать? Или есть какие-то акты, там, допустим, подзаконные, да, по которым это сделать? Да, есть соответствующее постановление Кабинета Министров, я не буду там зрителей усложнять перечисление, скажу очень просто. С 1 июня, до 1 июня была путина, то есть выход в море был разрешен без рыбной ловли, любителям мы говорим. Яткие ловли, катера могли ходить, и сейчас могут ходить. Но есть там одно ограничение, или несколько, в связи с тем, что у нас такая ситуация с городом, или возле города, извините, я неправильно выразился, то выход в море маломерному флоту в ночное время запрещен. Понятно здесь. Выход в море маломерному флоту и пересекать судоходный канал запрещен. И самое главное, при выходе в море надо выходить и быть приписанным до лодочного кооператива. Для чего? Для того, чтобы при выходе в море надо оповещать нашу госпограндслужбу. Такая обстановка. То есть, если вы имеете лодочку, да, зарегистрированную, там, Прогресс, Южанка, вот, вы идете в любой лодочный кооператив, у него в всех районах города, здесь, приписываетесь там, выходите в море и председатель или дежурный лодочного кооператива сообщает по ограничнику. А с рыбаками такая же история? Рыболовы, любители такая же. Любители, конечно. Конечно такая же. Профессиональные рыболовы, агентства рыбной ловли Украины, они идут совершенно по другой классификации, у них другие, есть и ограничения с одной стороны, и разрешение с другой, там совершенно другая тема. Скажите, пожалуйста, а сколько людей сейчас посещают пляжи? У вас есть какая-то статистика? Вот сколько у нас уже на пляжах людей? Ну, у нас к радости, 1-9, 1-2 мая, если вы помните, 9 мая, то есть праздничные выходные дни, как только выше солнца, у нас сейчас уже посещаемость до 6 тысяч человек в день. Это колоссальное большое число людей, особенно для мая месяца. Сейчас чуть потеплеет, и мы ожидаем традиционно с середины июня до середины июля, это в среднем 20 тысяч человек. Ну, а с 20 июля, когда у нас плюс 40, да, температура, жара, у нас посещаемость и 30, и 40 тысяч человек, а в день металлургов традиционно у нас до 50 тысяч. Ну, это колоссальное число, конечно. Идут отдыхать на море, а потом к вечеру возвращаются в парки, где на различных локациях проводится празднование. Прямо с пляжей возвращаются на локации на праздники. Главное, чтобы после праздника потом не возвращались на море и не добавляли вам работы. Вот это вот, да, сложный вопрос. Трудно и опасная у вас служба, безусловно, и пока система работает, наверное, никто из нас не замечает, что могут быть какие-то проблемы. И как только возникает сбой, вот тогда ваша работа, наверное, становится все-таки заметнее. У нас есть большое количество людей, которые любят отдыхать, скажем, не на пляжах у моря, а, например, у каких-то других водоемов. Это могут быть какие-то карьеры или речки. Скажите, пожалуйста, вот ваша служба в этих местах осуществляет контроль? И вообще, в каких местах, если можно, в принципе, вот таких отдыхать людям? Или у нас все эти места под запретом? Я разрешите обозначу. Наша служба спасательная, но у нас нет никаких функций контроля вообще. То есть мы не контролируем ничего. Мы ничего не разрешаем и ничего не запрещаем. Вы уже по факту. Мы работаем только по факту. Есть соответствующий подзаконный акт, постанова Кабинета Министров, который прямо запрещает купание в карьерах, в ставках, на речках, в фонтанах, в тех местах, где официально местными органами власти не разрешено купание и не оборудованы специальные места для купания. То есть у нас специальное оборудование, левобережный пляж в Переморском районе, песчаный, центральный и так называемый лазурный взгляды вокзала. Все остальные места куда купания прямо запрещены законом. То есть здесь я не вижу никаких проблем проехать 20 минут на троллейбусе, пройти пешком у нас к пляжам, отовсюду 20 минут ходьбы. У вас еще есть, я знаю, территория пляжа, которая предназначена для людей с ограниченными возможностями. Скажите, пожалуйста, вот как осуществляется ваш контроль в таких ситуациях? Этих людей их привозят как-то организованно? Что входит в задачи вашей службы, когда к вам приезжают такие люди? Вопрос более шире. У нас кроме специализированного пляжа для инвалидов, у нас еще три детских пляжа. И поэтому, как у нас граф идет, понедельник, вторник, это четверг, пятница. Детские пляжи это пришкольные лагеря и детские юношеские спортивные, ну, пришкольные работы, не школьные работы. А среда и воскресенье у нас два дня, которые централизованно привозят на пляж, специализированный для инвалидов. Но среда и воскресенье, это не значит, что наши инвалиды с родственниками, лица с инвалидностью, я неправильно выразился. Да, да. Да, люди с инвалидностью ждут, когда подадут автобус. То есть с родственниками приезжают и в понедельник, и всегда. То есть каждый день два-три лица с инвалидностью, с родственником или с знакомым обязательно посещают этот пляж. А уж когда воскресенье организовано, то там двумя автобусами, одним автобусом, то есть больше ста человек у нас там присутствует. Александр Вячеславович, еще такой вопрос, уже у нас время нас, прямо скажем, поджимает, но все-таки на пляжах часто можно увидеть какие-то стенды, на которых описаны правила поведения на воде и так далее. Скажите все-таки, вот что говорит ваш опыт? Какие правила нарушаются чаще всего? Каких правил люди не придерживаются? Давайте еще раз о них скажем, может быть, сакцентируем внимание. Может быть, наш разговор все-таки сподвигнет их на то, чтобы их соблюдать. Правила поведения на воде, это такие же, как правила безопасности дорожного движения. Все мы знаем, что на красный сигнал светофора нельзя переходить. Также мы все абсолютно знаем, что заплывать за сигнальные ограничительные буи нельзя. Если вы хотите покорять расстояние, плавайте вдоль берега от буйка к буйку. 8 километров, хватит всем. Одна сторона медали. Вторая сторона медали по статистике происшествий, состояние алкогольного опьянения. Это бич. 50% всех происшествий происходило в состоянии именно алкогольного опьянения. И третья позиция, это наши жители, у которых или скрытые, они об этом не знают, либо есть сердечно-сосудистые заболевания. Все происшествия, это тромбоэмболии, это инсульты, инфаркты, эпилепсия. То есть, наоревшись на солнце, зайдя в воду, перепад температур 8-10 градусов провоцирует всплеск. Человек падает и на глазах у знакомых, у родственников, в буквальном смысле слова, захлебывается. И есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, в тот момент времени, когда люди понимают, что им нужна помощь, вот они на городском пляже, куда им бежать, куда им звонить, каким образом они могут узнать, что помощь близко и могут эту помощь как-то вот обозначить себя, что им эта помощь нужна? На всех, скажем, подпорных стенах и на всех стендах висят наши номера телефонов. Это одна сторона медали. Конкретно по центральному пляжу. Спасательный пост, состоящий из спасателя, медика и инженера с аварийно-рятувальных работ, постоянно находится в районе Санта-Барбара. Это пешим ходом. Если вы находитесь на центральном пляже, вы постоянно видите, что на удалении где-то 300-400 метров висит спасательный катер, где за вами наблюдают в бинокле. То есть, время подскока полторы минуты. Ну, в любом случае, хотелось бы, наверное, чтобы у каждого в телефоне, на всякий пожарный случай, был этот номер телефона. 0-629-34-90-45. 3-4-90-45. Просто любой взмах рукой и резкий окрик, и мы видим. Что касается песчаного пляжа, там мы перемещаемся. Там у нас спасательный пост до обеда или до 12 часов находится на Баргантине, потому что там детский пляж обеспечивает прежде всего детей. А после второй половины оперегается в сторону Дельфина, где самое большое скопление людей. То же самое на Левобережном пляже. Спасательная станция и в районе водной станции, там, по-моему, кафе «Наш Круточек» называется. Я благодарю вас. Дорогие друзья, наша следующая тема – это летний отдых детей. Эта тема пересекается с темой, которую мы обсуждали только что. Мы посмотрим с вами сюжет и поприветствуем нашу третью гостью. Первых детей школьные лагеря приняли еще в начале недели. Дети признаются – сидеть дома с гаджетами не собираются. Будут ходить в школу. Но не учиться, а отдыхать. Тем более распорядок дня удобный. Сначала мы проводим разминку, перекличку на улице. Потом мы идем завтракать. После завтрака мы идем куда-нибудь гулять. В седьмой школе первая смена будет работать до 15 июня. В этом году в лагерь набрали 80 детей. Одни классы превратились в игровые, другие – в комнаты отдыха. Директор школы Ольга Попазова говорит, школьные лагеря пользуются популярностью не только среди малышей. В основном идут малыши. То есть первый-четвертый класс. Пятиклассники есть. И у меня есть даже старшие дети, которые выполняют функции вожатых. Но, тем не менее, пребывают тоже в лагере. Самим детям идея школьных лагерей очень нравится. Они с удовольствием проводят время. Ведь в первой половине дня у школьников очень много развлечений. Ходим по разным паркам. Мы пойдем еще в кинотеатр. А вчера мы были в театре. Сегодня мы ходили, играли и смотрели мультики, как про права детей. Продолжим с начальником отдела воспитательной работы и внешкольного образования Еленой Мищенко. Елена Григорьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот у взрослых членов нашего коллектива мнения по поводу школьного лагеря разделились. Кто-то помнит школьный лагерь как невероятно скучное место. Кто-то вспомнил, как их водили на стадион и по солнцепеку предполагалось, что дети должны играть в какие-то активные игры. Учителя при этом сидели под деревьями на скамеечках. Валерия Семичихина, чей сюжет мы сегодня посмотрели, она с большой теплотой отзывалась о школьном лагере. Лера у нас помоложе немножко. Вот ее там отлично научили вышивать, как она мне сказала. Мнение детей мы сейчас увидели в сюжете. Скажите, пожалуйста, сегодня изменились ли сами подходы к организации школьного лагеря? Или они остались прежними? Нет, конечно же. Лето это та пора, когда ребенок должен отдыхать прежде всего. Ребенок, который посещает школу, у которого очень напряженная учебная программа, а после занятий в школе, как обычно, дополнительные, либо английский, либо спортивная секция, то лето это время отдыха. Но многие родители думают о том, что ничего не делание – это самый лучший вид отдыха. Хочу с ними не согласиться и сказать, что активный отдых – он самый полезный для наших детей. И вот одним из видов таких активного отдыха, и в сюжете сегодня прозвучало, это занятия детей в пришкольном лагере, в учреждении отдыха, пришкольный лагерь с дневным пребыванием. В этом году пришкольный лагеря у нас организован на базе 60 школ, где дети могут находиться с 8.30 до 16.30, то есть полный рабочий день, практически 8 часов, с двухразовым полноценным питанием. Лагеря организованы, вот первая смена у нас уже началась, она открылась 29 мая и продлится по 15 июня. По заявлениям родителям планируются и вторая, и третья смены пришкольных лагерей. Это с 18 июня по 6 июля, и третья смена с 9 июля по 26 июля. То есть практически два месяца летних дети могут находиться в пришкольных лагерях. Расскажите, сколько у нас детей в первой смене в пришкольном лагере? В первой смене в этом году у нас более 3,5 тысяч детей, из которых 1100 детей, это дети льготной категории, которые зачислены в пришкольные лагеря за счет средств городского бюджета. И для этого было предусмотрено городским бюджетом около 350 тысяч гривен. Елена Григорьевна, какая вообще в принципе тенденция? С каждым годом детей в школьных лагерях становится меньше или больше? Больше, конечно же. Это связано с объективными и субъективными причинами. Но та организация работы воспитателей, вожатых, стажеров в пришкольных лагерях, педагогов нешкольных учреждений, которые организуют досуг именно активный для детей, это и спартакиада пришкольных лагерей, это конкурсы детского творчества, это тематические мероприятия ко всем календарным и народным праздникам. Помогает детям активнее включиться в летний оздоровительный процесс и зарядить себя на все лето, подготовить к новому учебному году. Я знаю, что лет 15 назад, может быть даже 20, школьный лагерь, это был музей, это были прогулки в парке. Сейчас вы используете какие-то, я не знаю, нестандартные подходы, что ли? Обязательно. Может быть, что-то нешаблонное предлагаете? Вот какие есть варианты? Каждый год в каждом пришкольном лагере какие-то инновации проходят. Это обязательно. Вот уже последние несколько лет, кроме пришкольных лагерей, также работают у нас языковые школы, летние школы для одаренных детей, где дети не только младшего школьного возраста, но и старшего находятся и пользуются большой популярностью. Это, конечно же, для деток в пришкольных лагерях, это оздоровительные поездки на море, которые всех ждут внимательно. Вот я хотела спросить, у нас такой прекрасный бонус есть, море вы как-то используете? Он используется у нас уже ежегодно в течение нескольких лет подряд, и благодаря нашему сотрудничеству с Мариупольским трамвайно-троллейбусным управлением мы перевозим детей за счет средств городского бюджета по маршрутам, специально спланированным, из пришкольных лагерей на Азовское побережье, где выделяется специальное место для детского пляжа. Вот предыдущий как раз участник нашей передачи сказал, что есть три места, три детских пляжа у нас, это в каждом районе, в Приморском, Центральном, на Левом берегу, где для детей организована школа плавания педагогами внешкольных учреждений и детско-юношеских спортивных школ тренерами, проводится обучение элементам плавания и для того, чтобы каждый ребенок мог свободно держаться на воде. Ну, конечно же, это не просто скучные занятия, тренировки, это все в игровой форме для детей проводится, для того, чтобы ребенку, каждому ребенку было интересно. Когда он находится в воде, с ним занимается тренер, когда он находится на песке, это педагоги внешкольной работы, здесь идет и школа организаторов досуга, и летняя школа танцев у нас работает. И в этом году у нас работает проект казацкими стыжками туристический, спортивно-туристический. И хочу сказать, что в этом году городским центром внешкольной работы по месту жительства впервые они планируют реализовать такой проект туристко-спортивно-развлекательный, как Азовский Робинзон. Стартует этот проект 10 августа, а финал будет проведен, планируем, на песчаном пляже, ко дню города, где-то в районе 10 сентября. Елена Григорьевна, а сколько стоит пребывание ребенка в школьном лагере? Двухразовое питание в школьном лагере стоит около 19 гривен, и за смену для родителя обходится около 270 гривен. Но это не та сумма, наверное, по сегодняшним меркам, где ребенок полностью под присмотром педагогов, медицинских работников, работников внешкольных учреждений, чтобы сделать наш отдых для детей безопасным, интересным и активным. Вы сейчас упомянули центры внешкольной работы, да? То есть о том, чтобы ребенок хорошо отдохнул летом, я думаю, мечтает каждый родитель, но, может быть, кто-то не хотел бы, чтобы это был именно школьный лагерь, да? Есть какие-то варианты у нас еще сейчас для школьников, которые организованы в городе? Может быть, это сделано так, чтобы ребенок, скажем, там, несколько часов, да, его там не было, то есть родители могли его отдать не в лагерь, скажем, а на несколько часов, но тоже под присмотр специалистов? Что-то вот в таком плане? Конечно же, мы организовываем в течение всего летнего периода так называемые площадки без питания, где ребенок, оздоровительные площадки досуга, где ребенок может находиться от 3 до 4 часов под присмотром педагогов, и, опять же, это будут организованные развлекательные, спортивные мероприятия в период работы этих площадок. А где площадки? Они работают у нас на базе всех нешкольных учреждений. В некоторых продолжается учебно-тренировочный процесс, если это детско-юношеская спортивная школа, если это Дом творчества или детско-юношеские клубы городского центра внешкольной работы по месту жительства. Эти площадки располагаются именно на базе этих нешкольных учреждений. То есть ребенок определенное время может находиться не просто под присмотром педагогов, а именно занят активной деятельностью, внешкольной деятельностью, досуговой, оздоровительной, с различными мероприятиями этой направленности под руководством наших опытных педагогов. Завершать нам пора нашу программу. Последний у меня вопрос, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, мне бы еще хотелось узнать, как организован отдых дошколят и подростков. Я понимаю, что это очень большая тема, и мы не успеем с вами. Но, может быть, вы расскажете о том, что организовано именно в этом году для этих ребят. То есть не для среднего возраста, а вот для совсем маленьких детей и для подростков, которых нужно тоже чем-то увлечь. Начнем мы с дошкольников, детей дошкольного возраста. Традиционно в летний период всегда увеличивается стоимость питания для детей на 10%. Это связано с тем, что в рацион детей вводятся свежие фрукты, овощи, соки. Это обязательно дополнительный завтрак идет. Больше времени дети находятся на улице с учетом всех погодных условий и с учетом той одежды и обуви, которая есть у ребенка. Используются и надувные бассейны, выносное оборудование, те теневые навесы, которые находятся в данном учебном учреждении. И, конечно же, мероприятия все направлены в дошкольных учреждениях в том числе на оздоровительный процесс и на безопасность детей. То есть мероприятия проходят с целью воспитать в ребенке свое безопасное поведение, в том числе и в летний период. Для старшеклассников у нас... 30 секунд. Конечно же, это площадки без питания, мы их приглашаем, потому что там у нас различные мероприятия проводятся для детей разного возраста, от начальной школы до выпускников. И еще хотелось сказать, что только от нас, взрослых, зависит. Самое главное – это здоровье детей и право ребенка на отдых. Мы с вами должны его сделать безопасным, активным, чтобы детям он запомнился на следующие годы. И всем нам, взрослым, обязательно нужно помнить о том, какими мы сами были детьми. И это поможет нам, наших детей, лучше понять. Дорогие друзья, на этом мы программу завершаем. Хорошего вечера, до встречи в следующую пятницу. И будьте здоровы!